Добрый день. Сегодня мы решили строить необычный скринкаст в необычном формате. Во-первых, мы не будем сегодня анализировать данные, которые мы возьмем из Study Tuesday. Это мы решили сделать после того, как на одном скринкасте, по-моему, на запрошенном скринкасте, когда мы решили пообщаться с теми, кто пришел, они спросили, можно там, например, поскребить что-нибудь с интернета. И я решил, почему нет, и поэтому сегодняшний скринкаст будет посвящен скрепингу из интернета. Проблема со скрепингом из интернета заключается в том, что для того, чтобы это делать, нужно хоть чуть-чуть понимать, как вообще интернет работает. Даже не совсем интернет, а как устроены, собственно, страницы в интернете. И поэтому я взял кусочек из книжки, которая называется Interactive Data Visualization for the Web. Она вообще не связана ни с R, ни с чем. Она вообще про D3. Но там есть хорошее введение про то, что вообще такое, как бы основы сетей и вообще что там происходит. Поэтому я буду подглядывать сюда и рассказывать более-менее что-то на основании этой книжки. Вообще, помните, что эта книжка вообще не про АР, а про другой язык программирования. Не уверен, что все назовут этот язык программирования. В общем, всякие такие сложности. Соответственно, первое, с чего нужно начать, это вообще, что происходит, когда мы хотим загрузить какую-то страницу. Когда мы хотим загрузить какую-то страницу, у нас есть наш компьютер, который подключен к интернету. И мы через него открываем какой-нибудь браузер, какой вам нравится, на любой операционной системе. Есть какой-то браузер, и там их, не знаю, может быть, больше одного. Вы берете один, и после этого делается запрос. Например, не знаю, Википедия. И здесь, конечно, есть разница, потому что... Ну вот мне он ничего не предлагает, но если мы просто скажем Википедия, то, по крайней мере, у меня по умолчанию в браузере он пошлет нас на страницу поиска Википедии и в какой-то наш поисковик. Имеет смысл набрать что-нибудь типа, вот я, кстати, не знаю, она какая, сейчас, давайте подумаем, Википедия, она орг, да? Вот, соответственно, представьте себе, что мы вбиваем википедия.org, и после этого наш браузер что-то такое вот отображает. Но это вы, наверное, знаете и без меня, как бы, что происходит за этим процессом, да? То есть вы берете и пишете какой-то адрес в интернете, и после этого ваш браузер посылает запрос на сервер соответствующий, и этот сервер отвечает с некоторым кодом, который говорит, вот ты запросил у меня вот эту страницу, вот тебе содержание этой страницы. И содержание этой страницы это html. И вот, после этого браузер получает html, как-то его отображает, и дальше смотрит на некоторые файлы и пытается выяснить, каким цветом должно быть что выделено. Но вот основная цель html это задать некоторую структуру этого документа, что вот у нас есть какой-то элемент, не знаю, заголовок, вот у нас есть какой-то элемент, там, не знаю, абзац и так далее. Вот, и, собственно, на этом месте при заканчиваться, более-менее, общение сервера и клиента. На самом деле там есть некоторые сложности, например, есть история про то, при помощи какого протокола будете общаться, htp, htps, да? Сейчас все больше эти протоколы шифруются, соответственно, там добавляются дополнительные какие-то штуки, соответственно, дополнительные ступени во всем этом. Я, к сожалению, во всем этом особо не разбираюсь, поэтому вот здесь написано, что тут еще какая-то очень длинная цепочка элементов происходит, пока, когда у нас другой протокол. Вот, и вы получаете html, давайте вернемся к нашему примеру, по-моему, всегда можно нажать, что там, мы нигде не посоветуют, ctrl-shift, ctrl-e, нет, ctrl-u, нет, alt, что там нужно нажать-то? Вау, я забыл. Может быть, ctrl-s, нет, ctrl-shift. Я забыл. В общем, всегда можно найти исходную страницу без всяких отображений, подгруженных картинок. В целом, всегда можно просто выйти в режим разработчика и увидеть этот код. Я почему-то забыл, как это делается, на что нужно нажимать. То есть вот здесь вот есть документ, весь документ, который отвечает за эту страницу. И, соответственно, начинается сообщение, что это html. Дальше начинается та часть, которая отвечает за head. Там находится какая-то информация про саму страницу. И дальше body, который отвечает за, собственно, само тело. И это какие-то элементы на странице. Вот здесь видите какие-то элементы div. Ну и дальше все заканчивается. Здесь тоже приведен какой-то пример в книжке, такой суперпростой пример html. Он сильно меньше, чем у нас здесь. У нас есть html. В head написан заголовок. То есть заголовок это page title. Дальше у нас есть тело страницы. И тут есть, не знаю, заголовок первого уровня. И абзац this is really interesting. Ну и вот на самом деле вот примерно так это и будет устроено. Надеюсь, что вы знаете из школы, что все это устроено при помощи html-тегов. Поэтому мы как бы в каком-то смысле можем по ним ходить. То есть html-тег здесь это html. Вот это открывающий тег. Вот здесь html-закрывающий. Это будет в каждой штуке. То есть, например, здесь тоже есть страница. И здесь это закрывающий тег html. Видите? И вот здесь открывающий. Вот. И в результате получается, что мы получаем такую структуру. Но обычно она как-то посложнее. Там больше всего написано в обычных страницах. Можно увидеть какие-то сложные штуки вот здесь уже, которые я не очень понимаю, зачем. Ну вот это комментарии, чего они нужны, я не знаю. Но, видимо, там еще есть всякие разные обработки для того, типа какой у нас браузер. Потому что разные браузеры поддерживают разные вещи. И в результате получается так, что страницы стараются подделаться под разные браузеры. И что важно понимать, что вот эти html-теги — это иерархическая структура. То есть, у нас есть открывающий и закрывающий тег. И мы можем в каком-то смысле по этой иерархии спуститься к какому-нибудь элементу. И мы знаем, что, например, элемент p, абзац, то, что находится внутри этих тегов — это содержание. И оно находится в путь будет такой. html, bari и p. Соответственно, таким образом мы придем в нужный узел. После этого давайте называть вот такую штуку узлом. Все, что у нас находится — такой узел. И мы можем, соответственно, его получить. Плюс еще, на самом деле я этого не сказал, есть еще всякие оформительские штуки. То есть, чтобы все выглядело, не знаю, нужного цвета, имело нужный шрифт и все такое. И вообще работало хорошо, для этого есть еще дополнительные штуки, которые называются CSS. Ну, в общем, вот они и бывают. Да, вот здесь написано CSS. Да, это еще дополнительные инструкции браузеру, каким цветом чего отображать. Кроме того, когда мы эту страницу скачали, мы вообще-то можем взять и все к чертовой матери поменять. Например, вот здесь написано, ну, не знаю, любую надпись, которую... Сейчас попробуем найти какую-нибудь надпись. Так, давайте придем сюда. Написано «Испаньон». Вы всегда можете взять и сказать что-нибудь типа... Ну, давайте не издеваться над языком, давайте издеваться вот этой картинкой или нет. Давайте посмотрим. А, это логотип. Так просто не получится. Ну, давайте тогда, давайте поиздеваемся над русским. Вот, допустим, я хочу написать что-нибудь типа «русский язык». Я беру, пишу, исправляю HTML-код в моем браузере, теперь у меня написан русский язык, а не русский. То есть, вы вполне вообще-то вот... После того, как вы скачали, вы можете менять это как угодно. И знаете, что вы так можете поменять, ну, много вещей. То есть, если это не картинка, вот, например, википедия. Можно было бы поиздеваться над википедией, например, написать кириллицей или еще как-нибудь, да, но для того, чтобы это сделать, нужно, чтобы она не была картинкой. А в данном случае это картинка. Вот, так что, когда вы скачали, вы можете изменить все, что угодно на HTML-странице, и здесь вы, больные, делать все, что угодно. Возможно, можно даже сделать что-то еще более сложное и, например, увеличить шрифт. Я не знаю, получится или нет. Нет, так не получилось. Ой, а возможно, он думает, что я еще что-то хочу сделать. При этом это wait, что хочет сказать автор. В общем, если бы я был хорошим знатоком этих дел, то в целом я могу поменять все что угодно. Сейчас что-то так сходу я, наверное, не поменяю, но это и не очень важно. Соответственно, что я хочу вам сказать. Я хочу сказать, что есть два таких вот независимых штуки. Одна это называется CSS, то есть такой стилевой файл, который отвечает за отображение элементов. И есть HTML, который отвечает за структуру файлов. Здесь еще что-то притеркнуто. А если я хочу сказать здесь 26, ну или здесь, например, 3. О, вот получилось. Почему я, мне это важно, почему я хотел, собственно, это сделать. Давайте сделаем 2 и 6. Почему я хотел это сделать? Дело в том, что стилевые какие-то штуки, которые там относятся к отображению, они относятся сразу ко всем элементам одного типа. Вот сейчас у меня курсор стоит на русском языке, и он это какой-то тег типа strong, да, и мы можем с ним что-то сделать. И поэтому здесь у меня есть какие-то характеристики этого элемента. И когда мы его поменяем, мы меняем характеристики всех элементов одного типа. То есть получается, что вот этот strong, то есть после того, как мы вот здесь поменяли с одного на 1 и 6, как было в оригинале, на 2 и 6, у нас получилось, да, что мы поменяли все вот эти вот элементы сразу. Вот это важная истока, потому что это потом позволяет нам искать, искать всякие штуки на страницах. Когда их, например, много, мы к этому придем через какое-то время. Вот. Давайте попробуем на секунду остановиться. Вот. Что нам, что вообще нам доступно, и что мы можем вообще делать? И что я предлагаю вообще сегодня посмотреть? Когда мы вообще работаем с этим, с каким-то файлом, мы можем скачать его страницу. Давайте попробуем сделать что-нибудь более умное. mdb.com, наверное. Ну вот у нас есть всякие mdb. И если они не защищены от... Давайте какие-нибудь списки. Сделаем, посмотрим на какие-нибудь списки. Нет. Где это можно сказать? Какие-нибудь списки. 500 самых умных фильмов. Давайте. Не хочу свой watch-list. Вот здесь, наверное. Может быть, здесь есть? О! Похоже, вот здесь. Вот, например, top-rated movies. Ну, так у нас вот есть такой список top-rated movies. И мы можем для начала попробовать просто взять и скачать эти вот... Вот эти вот все... Список из 250 названий. Для этого давайте попробуем скачать эту ссылку. Пойдем в var и скажем что-нибудь такое. Давайте увеличим шрифт. Library. Ну, давайте зайдем Teddyverse. И library Arvest. Собственно, Arvest это библиотека для того, чтобы скачивать... Скачивать... И обкачивать страницы. И мы будем пользоваться ей. Первое, что я сделаю, я скажу source. И скажу readHTML. После этого эта функция принимает в себя HTML и считает его. И вот у меня появляется такой объект, в котором содержится head, body и, в общем, на самом деле содержится страница. Ее не очень удобно смотреть. То есть, допустим, мы посмотрим body, он не очень что-то отображает. То есть, это список, но он такой корявенький немножечко. Мы с ним прямо с хода что-то сделать не можем. То есть, мы можем его высветить, он там что-нибудь скажет, что не все хорошо с ним. Вот. Ну, давайте попробуем что-нибудь сделать. Мы с вами уже выяснили. Мы помните, у нас были какие-то... Да, давайте посмотрим на исходник этой страницы. И мы видим, что... О, нет, тут какие-то скрипты. О, вот это вообще-то грустно. Возможно, все не так просто. Ну, давайте посмотрим. Нет, вроде все не так просто. Да, мы с вами обсуждали, что есть всякие теги. И нам не повезло, потому что вот эта штука организована в таблицу. И можно было бы ее качать по-другому, но мы пойдем нашим путем. Давайте представим себе, что я хочу скачать вот, например, вот этот вот объект. Побег из... Господи. Шоушенко является там... Находится в топе очень много времени. И, собственно, что я могу сделать? Я могу взять, пойти просто вот сюда и скачать, сказать, что я хочу скопировать... О, нет. InnerHTML. Что я скачаю в нитате, интересно. Нет. А если я скачаю... AltrHTML... О, то он мне даст какую-то вот такую вот копию, которая мне тоже не нужна. Вот. Давайте попробуем скачать... CSS path. Возможно, вот это то, что я хочу. Да, вот это то, что я хочу. После того, как я сказал HTML path, давайте посмотрим, что он нам выдает. Он выдает... Говорит следующее. HTML. Body. С каким-то особым тегом. Дальше div. Дальше еще один div. Дальше еще один div. Там, в общем, очень много этих div сейчас будет. Потом все заканчивается тем, что он говорит следующее. Ну вот, я шел до какого-то div article. Div lister. Table chart full width. Tbody list. Вот это вот все как бы теги, которые у нас там есть, на самом деле, да. Если мы внимательно посмотрим, то там будет... Вот у нас div article, div lister, table в какой-то момент должно возникнуть, да. Чего у нас там? Table chart.full width. Tbody. В общем, все вот это вот идет по вот этим вот нашим тегам. Соответственно, вот таким образом мы можем взять и получить какой-то определенный объект. Это, конечно, не самый оптимальный вариант. Ну и что самое главное, нам на самом деле не нужен весь этот путь. Но важно понимать, что мы можем попробовать с ним его достать. Давайте возьмем и просто скопируем весь этот путь, что у нас получится. Он, скорее всего, ничего нам не даст. Он какой-то очень длинный, неправильный. Давайте попробуем убрать вот так вот. Я живу в мире, что если я сделаю вот так вот, да, то он мне выдаст на самом деле более-менее то, что я хочу. Я взял конец нашего пути, отрезал все лишнее. Я сказал ему tr, td, и tr, это вот эта строчка, td, и дальше a. И таким образом я получил информацию про ссылку, кстати, а не про сам текст. Это, возможно, грустно. Давайте посмотрим вот сюда. А, нет, может быть, я получил сам текст. Ну, в общем, вот. Я получил некоторую информацию про узлы. И так надо будет смотреть каждый раз. Я беру, выделяю какой-то подпуть, который оптимальный. Я мог бы сделать и проще, например, взять и попробовать делать вот так вот. Да, и получить просто все ссылки на страницу. Но это плохое решение, потому что вот есть, например, вот эта ссылка, потому что тег a отвечает за ссылку. И в результате получится так, что я получу что-то лишнее. Поэтому нужно указывать весь путь, и я добавлю еще одну строчку html. Текст, который просто извлечет текст, и я получу список наших, всех наших фильмов. Что здесь важно? Их 250, как мы, собственно, и ожидали. И мы можем как бы с этим уже что-то делать. Это станет уже обычной переменной. Давайте скажем titles. И мы можем что-нибудь с этим сделать. То есть вот у меня titles. Это такой обычный вектор. Вектор? Да, вроде все хорошо. Вектор, то есть, почему-то он все равно, кстати, печатается по одной на строчку. Почему? Потому что он... Ну, в общем, это вектор. О, вот так нормально. И мы можем что-нибудь с этим делать. Если я уберу A и сделаю только A, то я получу больше элементов. Видите, я получаю 613 элементов, часть из них какие-то ненужные, часть из них пустые, потому что есть ссылки на всякие ненужные вещи. Поэтому нужно всегда указывать целый путь, ну, какой-то осмысленный путь. И вот это вот как раз искусство. Для этого нужно выбрать соответствующие теги, которые бы нам помогли. Нужен ли нам TR, например? Нужен или нет? Нет. Оказывается, нет. При этом вот здесь вот есть еще TD и дальше точка. И здесь нужно вернуться немножечко обратно к нашему учебнику, который я выбрал. И есть еще одна вещь, которую нужно обсуждать, обсудить. Первая штука – это то, что бывают такие теги, у которых есть то, что называется свойств. Вот, например, если у нас есть картинка, то у нас не будет никакого текста внутри этого тега, и там будет вот такое вот свойство src. То же самое будет в интернет-ссылках, например. Да, мы их не посмотрели, но там всегда будут какие-то вот такие вот вещи. Здесь перечислен список обычных элементов. HTML вы всегда видите. Head – это информация про вообще документ. Title. Body – это вот все основное тело страницы. Дальше. H1, H2, H3 и H4 – это заголовки разных уровней. P – это Paragraph. Это для разных списков. UL – это Unordered List. OL – это Unordered List. И LE – это, ну, вот, буллеты такие. Вот. M – это Emphasize. Чаще всего это просто жирный. А, нет, вот, это просто Emphasize. Да, но обычно, извините, курсивом. Есть Strong. Есть A, который означает Link. И Span и Div. Вот это основные теги, которые вы увидите вообще на странице, хотя могут быть какие-то свои тоже дополнительные. И последние, да, две вещи, которые нужно обсудить, это то, что у тегов бывают атрибуты или свойства. То есть, например, вот то, что мы начали обсуждать, то, что бывают вот такие вот ссылки, и дальше что-то внутри тега написано, например, переменная href равно и дальше какое-то его значение. Вот это один атрибут тега A. И другая вещь, то, что иногда у некоторых тегов бывают классы или айтишники, и тогда это отдельный такой атрибут, который позволяет некоторые вещи делать. И вот этот класс чаще всего появляется как раз после точки, когда вы смотрите на вот такие вот пути, которые вам выдает ваш браузер. Вот. Соответственно, вот есть класс, и бывает еще айди. Там вроде есть какая-то разница между ними. Класс вроде как обычно повторяется. То есть, ну, то я хочу сказать, что класс повторяется в разных объектах, да. То есть, у нас может быть несколько параграфов разного типа, а айтишник вроде как должен быть уникальный. Я не знаю, насколько это верное правило, но вот что-то такое там будет. А, и действительно, конечно, стоит об этом сказать, что в HTML-коде, конечно же, бывают комментарии, которые оформляются вот таким вот образом. и это тоже некоторое, что можно встретить. Вот, и на самом деле на этом я, наверное, хочу остановиться. А, еще здесь рассказывается про CSS, как он строится и что, собственно, там будут какие-то свойства, которые мы, ну, посмотрели в браузере только что. Соответственно, что я хочу... Да, я закрываю эту книжку. Что нужно понимать? То есть, что HTML-страница состоит из тегов, и, соответственно, мы можем бегать по этим тегам, прописывая нужные пути. И обычно рутинная задача обкачивания как раз состоит в том, чтобы понять, что что-нибудь имеет одинаковую структуру, и дальше научиться вычленять ее со страницы. Другая рутинная задача – это, например, взять и обойти много страниц, то есть, понять, по какому алгоритму страницы строятся, после этого обкачать все страницы и с них обкачать все на свете. И задачи бывают так, что вам нужно обкачать текст, но иногда вам нужно обкачать атрибуты или что-нибудь еще, например, ссылки. И мы сейчас научимся это делать. И, собственно, сегодняшний скринкаст будет посвящен тому, что мы быстренько обсудим пакет Arvest, как он позволяет все вот эти вот задачи решать. И здесь нужно сказать, оставить некоторый дисклеймер, а именно дело в том, что это не все, то есть не все страницы устроены вот так вот. Во-первых, бывают страницы, например, в которых все не так просто. Во-первых, бывает так, что для того, чтобы работать с каким-то сайтом, вам нужно, например, аутентифицироваться или ввести логин и пароль, тогда вот это вот все при помощи Arvest уже сделать будет нельзя. Во-вторых, бывают такие страницы, которые подгружаются по ходу пьесы. То есть, наверное, MDB не такой сайт, он нам не поможет. Но бывает так, что вы загружаете сайт, и дальше там, грубо говоря, есть такое окошечко, в которое вы там, не знаю, немножечко чего-нибудь сделаете, и дальше оно там как-то показывается. Такое бывает, и это значит, что на вашей странице находится последняя новая вещь, которую нужно сказать, значит, что на вашей странице находится JavaScript, который что-то делает. Обычно, ну, сейчас в современном мире JavaScript часто есть на страницах, и он чего-то делает, и это, не знаю, кстати, можно, возможно, как-то что-то это увидеть. Я невеликий, конечно, JavaScript-разработчик. Возможно, если я скажу, перейду в раздел «Консоль», то он мне тут скажет, что какой-то из скриптов уже сломался, или какие-то мне чего-то не скажут по поводу того, что произошло с нашими скриптами. Но вообще, если мы перейдем в этот спектр, возможно, там где-то внизу есть куча скриптов. Вот здесь, вот видите, написано «скрипт», и такой тег, и дальше много-много-много каких-то скриптов, и ссылка на этот скрипт. Вот, например, вот этот JavaScript, не знаю, можем даже пойти на него и посмотреть. Он берет, скачивает его из какого-то места, после этого исполняет. То есть, вот, выглядит как вот такой вот специально нечитаемый, скомпонованный, у него есть обычный и более читаемый вариант, некоторая программа. Но вот эта вот программа отвечает за всякие подвижные штуки. То есть, например, чтобы у вас... Если я сделаю «Network», чтобы, не знаю, взять и отсортировать почему-нибудь, нажать на кнопку... Нет, это уже все произошло. Давайте я сделаю, перезагружу. Вот он все загрузил. Давайте я попробую все стереть. И после этого я обращаюсь, видите, к ранкингу. И пока я это делаю, моя страница делает всякие запросы на сервер, причем как амазоновский сервер, и что-то там делают. Я делаю «ReleaseDate», после этого сортирую, ну и вроде ничего особенного не произошло. То есть, я ожидал, что здесь что-то произойдет. Возможно, что-то произошло в дебагере, но не важно. Ладно, не важно. В общем, знаете, что на самом деле на большинстве страниц, которые вы смотрите сюда, если вы не JavaScript-фрик, то есть, есть люди, которые используют браузер, которые не поддерживают JavaScript специально, то, скорее всего, на вашей странице есть какое-то количество JavaScript-а, и наличие JavaScript-а и каких-то динамических штук, которые делаются по ходу пьесы, могут усложнить какую-то вещь. Потому что, когда вы вот здесь вот сказали «Read HTML», вы никаких действий не сделали. Поэтому, если вам нужно куда-то в какие-то кнопочки тыкать, пока вы обкачиваете что-то с сайта, то вот сделать ничего не получится. Ну что ж, давайте попробуем посмотреть еще какие-то вещи. В какой-то момент, да, мы получили вот эти вот заголовки, но также мы, когда мы идем сюда, вы увидите, что это на самом деле тег A, это значит, что у него есть атрибут href. Давайте попробуем достать этот атрибут и тоже с ним что-нибудь сделаем. HTML. Attr href. И вот теперь у меня снова появилась вот такая вот список из 250 элементов, потому что я теперь получил ссылки на эти страницы. То есть мы можем попробовать скачать, скопировать. Здесь, кстати, можно увидеть, что, возможно, все не так просто. Но я как-то подозреваю, что мы можем взять и сказать что-нибудь такое. imdb.com, дальше вставить вот эту штуку, и он нас отправит на фильм «Восход солнца». Это последний фильм, который там был. Давайте попробуем сделать так. Linux. Ой, Linux. И давайте посмотрим на Linux 1. Вы уже помните, что это побег из Шоушенка. И вот я теперь копирую и говорю imdb.com, да, то есть это, собственно, название моего сервера. Иногда сюда помещают полные ссылки. Я вам добавил туда случайно лишний этот самый, но вроде он получился. Вот, и теперь у меня получилась вот такая вот какая-то ссылка на страницу. Можно попробовать что-нибудь с нее скачать тоже будет. Хотя тут, видимо, есть какое-то... Да, какое-то количество... Тоже каких-то динамических штук. Ну, вот, например, можно будет попробовать взять и обкачать все storyline наших фильмов потом. Или жанр, или вот, в общем, все, что находится... Попробовать найти всякие элементы на... про этот фильм. Ну, давайте пока... Ну, или, например, длину фильма скачать. Вот это тоже интересно. Вот. Понятно, что это не самый оптимальный способ добыть эту информацию, но вот теперь у нас есть titles, у нас ресурсы link, мы можем легко сказать, что он тип. Типл. Триел равно... title равно titles и, не знаю, link равно links. Вот у меня есть data frame, в котором у меня уже собрано какое-то количество информации. Вот. Что еще полезного можно скачать из... вот здесь вот. Ну что, например, да, при этом у нас есть побег из Шевшенко, а год, например, не скачивается. Да, почему так случилось? Давайте исследовать. Соответственно, у нас есть... А, дело в том, что вы видите, что это находится вот здесь. Вот. А следующая информация... год. Она не находится в линке, она находится в каком-то следующем элементе, который называется span. Но это тот же самый узел, да. поэтому мы можем смело взять вот эти штуки, которые у нас были раньше и сказать, я хочу не A, я хочу span. И, конечно, называть это не X, это, конечно, глупо. Давайте назовем это year. И теперь, судя по всему, у меня ничего не получилось, я получил 1 A. Давайте подумаем, почему. А, потому что, да, давайте сделаем опять copy CSS path. И нужно не любой span, а конкретный span, который относится конкретно к этому span. у него есть класс secondaryInfo. Видите, вот здесь вот span secondaryInfo. И поэтому, чтобы его скачать, нужно ввести оба, а не просто span. Ну, и я считаю, что если мы теперь запустим year, то... А, и, конечно же, нам не нужно вот... А, подождите. Я вообще-то делал все неправильно. Возможно, все не так плохо. Давайте вернемся. Span. И напишем html-текст. Потому что я пытался добиться оттуда того, что там не было. Будет ли он работать так? А, да, будет. Но, чтобы не зря было то, что мы скопировали, давайте попробуем скопировать. Если мы сделаем вот так вот, то он тоже скачается. То есть, это такой способ дополнительно уточнить класс. Ну, давайте оставим вот так вот. Вот у нас есть year. тут, конечно, какие-то круглые скобки сплошные. Давайте их уберем. Давайте по дороге сделаем что-то типа str, remove all. И дальше начинается небольшая работа. Мы просто напишем простую регулярку, в которой я хочу удалить круглую скобку такую и круглую скобку такую. после этого я могу сделать year, он строка, можем еще по дороге сказать что-нибудь из double. И теперь наш year это число. Добавляем сюда year равно year. и вот теперь у нас есть вот такой вот data frame, в котором у нас есть побег из Шаушенко, ссылка, можно даже сделать что-нибудь такое, чтобы ссылка была правильной. Давайте возьмем и скопируем вот эту штуку. Скажем, что я хочу, чтобы ссылка была из rc, links, и дальше вот такой и вот это надо в кавычки взять. Чтобы он соединил все с сервером, у нас получились бы правильные ссылки. Вот, и теперь у нас получился какой-то data frame, можем что-нибудь с ним делать и выяснить. Давайте теперь попробуем сделать то, что мы обсуждали. Раньше вот у нас есть уже набор ссылок, правильно? И мы можем его использовать и по ним тоже пройтись. Давайте пойдем в побег из Шаушенка и попробуем вынуть две вещи. Давайте попробуем вынуть длительность фильма и попробуем вытянуть MDB рейтинг. Не знаю, получится, я не пробовал это делать заранее, но я думаю, что есть вероятность, что у меня и получится. хорошо, что мне для этого нужно сделать? На самом деле для того, чтобы это сделать, уже так просто это не получится. Давайте сделаем no, да, там назвали это source, давайте я назову это s, read html, и теперь, ну, давайте сохраним наш тибл в какую-нибудь переменную типа mdb films, ну, и вот у нас есть mdb films, там есть link, и вот, например, первый элемент, можно с ним попробовать пробовать. Давайте сделаем так, а потом сделаем более умный вариант. Сначала обкачаем один, напишем то, что мы уже видели перед этим, да, то есть нам нужно написать s, html notes, дальше попробуем получить путь к этому copy sss path, вставим и уберем кучу лишнего, давайте попробуем просто взять последний элемент, будет ли просто с ним работать, видимо, это не лучшая идея, а, во-первых, можно сделать html note, и тогда у нас будет появляться только один элемент, а не все элементы этого класса. Давайте сделаем html текст, посмотрим, что мы получили. Мы получили 1994, ага, значит, перед этим они тоже этого, того же класса. О, это отлично. Да, если мы присмотримся, то у нас есть три элемента на нашей странице, у нас есть такой элемент, такой элемент, такой элемент, и они все как бы являются одинаковыми. То есть они по своей структуре, вот здесь вот они, да, еще раз я покажу, вот я выделяю, это какой-то элемент ли класс ipc inline list item. У него одинаковая роль, да, здесь написано 1904, то есть получается, что у нас одинаковая структура, мы как бы не можем вычленить уникальный какой-то элемент. Так, я не поменял ли я случайно? Давайте я обновлюсь. Я боюсь, что я что-то перетащил случайно и поменял HTML-страницу. Вот, соответственно, в таком случае тут, кстати, придется делать хитро, потому что мы хотим получить все такие элементы и взять только третий. их очень много. Но взять только третий возможно имеет смысл. Почему, кстати, он повторяется вот это тоже странно? При этом время не повторяется. а если мы попробуем путь побольше взять, будет ли нам легче? Ой, это отлично, что я решил, ой, я скопировал не то, что я хотел, хотя это тоже можно было бы использовать. Я хочу сейчас использовать SSPath. Да, вот здесь что-то очень, какой-то очень сложный дифф. боже. Давайте посмотрим, что у нас произойдет, если мы скопируем наш сложный дифф. Боролан. Что-то ему не понравилось. А, потому что я здесь поставил pipe, а его не нужно было ставить. О, вот, если мы делаем так, то мы получаем только три наших элемента и можем, да, дальше можем, ну, не знаю, давайте не будем бороться с дупликатом, вот этим, а просто возьмем третий. И после этого да, и потом что нам нужно, что-нибудь типа results 3. вот у нас results, вот у нас results 3, и вот у нас что-то получилось. Что я хочу делать дальше? Я хочу взять и обернуть вот эту функцию, чтобы он прошелся по каждой моей ссылке и что-нибудь такое вернул. Поэтому я хочу удалить переменную results, я хочу удалить переменную s, и теперь я хочу написать функцию, которая это будет делать. Давайте делаем map что я хочу map character которая будет идти по всем моим ссылкам function x ну или давайте назовем это link фигурные скобки и теперь мы вписываем что мы хотим мы хотим чтобы он скачивал страницу link после этого делал вот так вот и возвращал нам получившееся давайте сохраним это в переменную которую мы назовем duration давайте fill duration а вот map это функция из пакета pur у которой вместо этого можно написать l-apply или s-apply я просто уже предпочитаю писать вот так вот ну и можно даже эксплицитно написать return но я думаю что это не важно в данном случае давайте запустим проверим будет ли работать давайте вот это важный урок давайте проверять на первых трех фильмах то есть не запускать на не запускать на всех потому что если у вас ошибка то тогда вы будете долго ждать и не не получите того что нужно ну вроде как работает пока так что давайте запустим теперь на всех и вот а пока между тем подумаем как бы нам достать рейтинг это возможно тоже не так просто он но давайте пока просто скопируем копии сисус посмотрим что у нас тут есть осмысленно тут есть просто какой то вот такой вот тег может быть он хороший но давайте пока сделаем вот так вот попробуем просто с одним тегом пока начнем копировать видите он обходит каждую страницу это ему тяжело дается еще может так случиться что mdb засечет что я его обкачиваю и скажет чтобы я не шалил и так не делал это некоторая проблема которая может случиться но вот мы сейчас попробуем надеюсь что этого не случится но я в конце скажу как с этим бороться собственно что я хочу сделать я хочу попробовать взять вот эту штуку и получить что-нибудь вот такое и я хочу потестить это на ну допустим давайте на секунду сделаем вот так вот чтобы я мог использовать этот код не запуская весь цикл но я пока не буду запускать весь цикл а я смогу просто взять и использовать этот код и попробовать с ним что-то сделать но пока нужно подождать пока обкачается наш файл то здесь я вынужден ждать а потом я наверное давайте я тогда остановлю и запущу когда он обкачается так я не выдержал ждать и мне хочется остановить потому что у меня есть подозрение что есть какая-то ошибка давайте посмотрим что у нас было вот здесь вот у нас была какая-то проблема он что-то записал в фильм дюрэйшн там все еще три элемента как бороться с такими возможными ошибками во-первых всегда можно сказать пожалуйста запринтуй мне ссылку да соответственно давайте попробуем сделать удалить объект который у нас получился процент визал с нас нет такой же перемены правда нет на такой переменой нас нету соответственно давайте попробуем запустить но уже посмотрим что там вообще будет происходить в нашем нашем процессе и теперь уже как-то полегче смотреть потому что мы знаем какая ссылка идет по порядку еще можно использовать пакет который не помню как называется Ваня в какой-то момент его про него говорил сейчас возможно удаст мне поискать их или нет дынь рейн а может я его не установил в какой-то момент Ваня говорил про пакет такой который позволяет создавать звуки его тоже полезно запускать потому что мы ждем вот так мы не хотим смотреть все время как здесь высвечивают разные числа а имеет смысл просто подождать пока издаст звук или можно даже делать всякие более сложные вещи то есть всякие разумные люди настраивают себе так чтобы например настраивать себе боту в телеграме чтобы когда скрипт завершился скрипт бы написал им в телеграм что происходит ну вот теперь мы видим что все происходит то есть не ломается скрипт и где-то не подвисает так что теперь мы уже можем спокойно ждать пока он отработает так вот все обкачалось он нам выдал некоторый ворнинг именно то что у нас были открыты соединения он почему-то их не закрывает автоматически при большом желании это можно отдельно прописать но наверное нам это сейчас не очень важно теперь давайте посмотрим на новую на новую переменную фильм теперь мы можем ее присоединить к нашему к нашей штуке которая называется mdb mdb films duration film duration можем назвать тоже так же и теперь у нас есть такой дата фрейм большой в котором есть указано разное время при этом вы возможно видели что там иногда какие-то пропущенные значения интересно почему они получились давайте попробуем посмотреть например на подводную лодку да вот у нас давайте пока закроем подводная лодка она каким-то номером 76 нет 76 подводная лодка все информация по ней есть но вот здесь кстати случилась вот эта история когда тут нету категории поэтому так случилось что когда мы обкачивали мы брали третий элемент и это было ошибкой лучше бы написать не третий элемент а последний элемент а последний элемент резал да правильно классно же так работает давайте проверим 3 5 4 3 9 9 3 да вот если переписать вот так вот то все отработает лучше и тогда мы сможем с этим что-то делать то есть у нас не будет пропущенных значений вот теперь давайте попробуем потестить то что мы скопировали перед этим а именно сможем ли мы скачать рейтинг давайте попробуем скачать страницу и попробуем воспользоваться вот этой штукой чтобы скачать да у нас получилось только почему-то он их повторяет ну давайте тогда проигнорируем это и скажем unique да и наверное дальше нам ничего после этого не нужно давайте теперь попробуем запустить на всех удалим ненужные переменные удалим s и удалим link добавим print чтобы чувствовать себя в безопасности вспомним как называть я не так и не вспомнил как называется этот пакет видимо давайте попробуем сделать так install packages ой нет 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 подожди это не то что я хочу пожалуйста не надо не нужно о нет сейчас у меня закрылся видимо с scr studio ничего страшного давайте сделаем так так заголовки ссылки года все соединили это мы сейчас качивать не будем качаем потом давайте проверим что все работает waiting добавим сюда от 1 до 3 9.3 9.3 9.3 правда ли это что первые 3 фильма 9.3 нет это неправда более того первый фильм он а здесь написано 9.3 а там было написано 9.2 вау окрестный отец 9.2 так похоже ага попалась вот у меня здесь была ошибка а нужно сделать вот так вот линк собственно вот это нам не нужно вообще попробуем вот так вот работает ли теперь фильм mdb rating да вот они теперь разные теперь можем обкачать их все и после этого запустим запустим ну давайте запустим и то и другое и после этого получим то есть вот здесь можно переписать да мы уже знаем что нам нравится то что у нас получается поэтому можем сделать вот так вот и удалить вот это вот и здесь можно сделать то же самое и сказать что нам нравится фильм mdb rating вот и после этого у нас получится некоторый код который скачает и то и другое и мы сможем им воспользоваться давайте я тогда запущу эти две функции подожду пока они скачаются и вернул запись когда все обкачается вот у нас все обкачалось можно увидеть что в нашем дата фрэме появились новые столбцы фильм дюйшин и фильм мдб рейн стоит конечно быть осторожным потому что мдб мдб потому что скаченные вещи обычно являются типа дабл поэтому если вы хотите чтобы оно было другого типа нужно будет эксплицитно это конвертировать другую вещь я вспомнил как называется пакет который издает звуки в результате он называется бипр в котором я использую единственную функцию бип после каждого цикла да то есть здесь у меня есть цикл я запускаю такую штуку и он мне издает такой звук вот и собственно более-менее на этом можно остановиться мы с вами научились обкачивать что-то с одной страницы потом мы научились писать циклы и обкачивать какие-то вещи с разных страниц мы научились обкачивать не только текст но и и атрибуты мы вот здесь вот скачали страницу вот и собственно дальше вы можете уже продолжать свою работу в с арвестом основные какие-то функции мы покрыли стоит сказать что если есть какие-то сложные сайты например с джаваскриптом я уже сказал что для этого нужно будет использовать другой пакет этот пакет называется арселениум он входит в арку консай у него есть хорошая документация и вы можете на него посмотреть я всячески его рекомендую то есть тут есть как раз раздел про джаваскрипт и вы можете с ним работать да здесь важно да здесь даже говорится что делать с разными джаваскриптом потому что бывает джаваскрипт который происходит видимо одновременно есть тот который происходит не одновременно то есть вы чего-то делаете он по ходу делал там что-то делает амм и подгружает пока вы смотрите на какие то какую часть страницы в общем вот я всячески рекомендую посмотреть вот эту вот документацию а на этом наверное мы на сегодня закончим спасибо что посмотрели надеюсь это будет кому-нибудь полезно до встречи и приходите на следующие наши скринкасты возможно в следующий раз они будут уже в стандартном формате до свидания все ну хотя boundaries и